Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон. И мы продолжаем говорить об ЭК-спектроскопии. Это вторая часть, второе видео, в котором мы поговорим про аналитические диапазоны, мир спектров, поговорим о технике получения ЭК-спектров и поговорим про аппаратное оформление. А вот более подробно сначала разберем аналитические диапазоны, где они находятся, что в них можно посмотреть, какие функциональные группировки группы атомов, разберем подходы к качественному и количественному анализу, разберем техники получения ЭК-спектра, а именно две техники мы рассмотрим пропускание и нарушенное полное внутреннее отражение, и поговорим про аппаратное оформление этой источники, способы разложения частоты и принцип работы детекторов и интерферометра. Давайте приступим. Вообще ЭК-диапазон можно разделить на три основные зоны, три основные поддиапазоны. Первый диапазон, интервал, это от 4000 обратных сантиметров до 2500 обратных сантиметров. Это зона колебания, атом какой-то, водород, гетератом, водород, XH-колебания так называемые. То есть здесь располагаются колебания OH, NH, CH и SH групп. В основном это, ну не в основном, это валентные колебания. Валентные колебания. Следующий диапазон соответствует зоне, диапазону колебания кратных связей. Расположен он в интервале от 2500 до 1500 обратных сантиметров. Здесь мы можем видеть колебания тройной связи СС, нитрилов СН, С двойная связь С, С двойная связь О и так далее. Ну и третья зона, это зона или область отпечатков пальцев. Как правило она расположена, ну общепринято от 1500 и менее обратных сантиметров. Ну как правило до 400, 600, 400 обратных сантиметров. В зависимости от типа обрезки оптическим окном. В данной области проявляются как валентные, так и деформационные колебания различных группировок. Ну по большей части это колебания углеродного скелета, колебания углерод-азотодинарная связь, колебания углерод-водород-деформационная, колебания Н двойная связь О и так далее. Ну в данном случае у нас на слайде представлен экоспектр молекулы глицина. Мы можем видеть какие-то подписи здесь на спектре, я сделал. Что следует отметить, что для функционального анализа наибольший подходит диапазон от 4000 до 1500 обратных сантиметров. Это диапазон колебаний XH и колебаний кратных связей. И есть область отпечатков пальцев, 1500 и меньше, до 400 обратных сантиметров. Эта область чаще всего сложна для расшифровки. Ну и здесь мы будем смотреть только определенные функциональные группы и группы атомов, о которых мы поговорим позже, когда будем анализировать ЭК-спектры. Ну вот опять же слайд такой более крупным планом. Ну здесь вот это повторение опять же. Опять же повторение. Ну здесь уже диапазон кратных связей, он разложен на два диапазона. То есть колебания. Зона тройных связей. Это алкины, нитрилы и двойных связей. Это карбонилы. C двойная связь N, C двойная связь C. Что также следует отметить? Следует отметить, что откликом на ЭК-спектрах чаще всего в среднем диапазоне выступает так называемый коэффициент светопропускания. И в зависимости от его величины мы будем называть сигнал слабым, средним или сигналом высокой интенсивности. Ну соответственно, если светопропускание у нас до 75%, то в таком случае мы будем говорить о слабой интенсивности поглощения, ну или о слабом сигнале. От 75% до 30% мы будем говорить о сильном сигнале, точнее о сигнале средней интенсивности. Ну и все, что меньше 30% светопропускания, это сигналы высокой интенсивности. Я напомню, что интенсивность колебания, она зависит от ряда факторов. Ключевой из них это величина изменения дипольного момента. Чем сильнее изменяется дипольный момент при поглощении кванта ЭК-излучения, тем сильнее будет сигнал. Это раз. Во-вторых, сигнал зависит от числа связей. От числа связей, например, большое число связей с P3CH, соответственно, эту амплитуду также будет увеличивать. То есть, вот это два основных фактора, которые влияют на интенсивность сигнала. Опять же повторим, что у нас существует два типа молекулярных колебаний. Это валентные колебания и деформационные колебания. Валентные колебания проявляются на всем диапазоне ЭК-спектра. Больше всего они проявляются в диапазоне от 4000 до 1500 обратных сантиметров. Это вот синие такие линии, вот эта синяя область. Ну и деформационные колебания, они по большей части проявляются в области отпечатков пальцев. Ну где-то от 1600 до 400 обратных сантиметров. Соответственно, вот как я уже говорил, область отпечатков пальцев от 1500 ниже, да, она сложна для расшифровки, в том числе и потому, что, ну, в данной области проявляется наибольшее число колебаний. Да, вот мы видим, что здесь вот вроде как еще более или менее все, а здесь начинают идти частоколы сигналов, пики накладываются друг на друга и так далее, и так далее. Это все усложняет интерпретацию ЭК-спектра. Ну, как я уже говорил, традиционного ЭК-спектроскопии в качестве отклика, да, то есть оси Y используется коэффициент светопропускания, соответственно, который выражает количество излучения прошедшего через образец и выражается указанной формулой. То есть это отношение интенсивности прошедшего света к интенсивности падающего света, умноженное на 100%. В результате чего ЭК-спектр – это зависимость коэффициента светопропускания, ну, реже абсорбции, от волнового числа. Ну, реже в среднем ЭК-диапазоне применяют длины волн, как правило, либо в микрометрах, ну, еще реже в нанометрах. Чаще всего, конечно, это волновое число. Немного поговорим про химический анализ, да, при помощи ЭК-спектроскопии. Но вообще по целям химического анализа выделяют качественный анализ, называемый еще идентификацией, и количественный анализ. Анализ на определение концентрации или массы аналита в образце, да. Аналит, собственно, это анализируемая химическая структура, которую мы определяем в образце. Ну, в данном случае в ЭК-спектроскопии аналитом выступает вещество. Им также может выступать и он, атом и так далее. В зависимости от уровня аналитического, да, уровня химического анализа, на котором основан данный метод. Наш метод, я напомню, это метод функционального и реже молекулярного анализа. Ну, в случае качественного анализа выделяют два подхода. Это обнаружение и подтверждение подлинности. И второй подход – установление состава и структуры аналитов. Ну, на первый взгляд, звучит, ну, примерно одинаково. Тем не менее, я постараюсь вам объяснить, чем же эти два, две позиции друг от друга отличаются. Ну, и в количественном анализе выделяют два основных подхода. Это анализ содержания основного вещества и анализ содержания микропримесей. Ну, забегая вперед, скажу, что анализ содержания микропримесей методом ЭК-спектроскопии практически невозможен. То есть, в данном случае мы можем определять только в основном это определение основных компонентов. То есть, компоненты, которые содержатся в довольно больших концентрациях. Ну, это забегая немножко вперед. Давайте по порядку. Итак, качественный анализ основан на либо функциональном анализе, где мы преимущественно рассматриваем валентные колебания в диапазоне где-то от 4 тысяч до 1,5 тысяч обратных сантиметров. Либо это анализ по отпечаткам пальцев путем сравнения отпечатков пальцев, например, с базой данных. Ну, так скажем, отпечатки пальцев – это такая область, которая свойственна только конкретной определенной молекуле, то есть конкретной определенной структуре вещества. И чуть-чуть какие-то малейшие изменения в структуре, они будут приводить к существенному изменению картины, характера отпечатков пальцев. То есть, отпечатки пальцев – это то, что идентифицирует молекулу. Конечно, это не значит, что идентифицировать молекулу нельзя по области 4 тысячи до 1,5 тысячи обратных сантиметров. Но в случае, например, работы программных алгоритмов сравнения, наибольшие веса отдаются именно области отпечатков пальцев. Итак, качественный анализ. Ну, как я уже говорил, он может заключаться в двух… То есть, включать в себя два случая. Первый случай – это установление тождества аналита некому стандарту. То есть, это анализ на подлинность. То есть, в данном случае, в первом случае, мы проводим некое сравнение нашего спектра образца с неким эталоном. С неким эталоном. Причем, это сравнение чаще всего реализуется с помощью программных методов. То есть, это сравнение. Первый пункт – это сравнение. Второй пункт – это установление состава, строения и структуры аналита по характеристикам аналитического сигнала. В данном случае, это более сложная задача. Потому что мы в данном случае устанавливаем структуру не путем сравнения с неким эталоном, а путем устанавливаем структуру или фрагменты, используя некие общие правила. Например, что такой-то характер обертоноф ароматического кольца соответствует, например, монозамещенному бензолу или парозамещенному бензолу. Мы знаем это правило и его применяем. Мы выводим некие выводы. Или, например, двойной пик в области 3300-3400 обратных сантиметров в соответствии с атоминогруппи. Вот это все такие правила, с помощью которых мы можем установить наличие некоторых структурных фрагментов в молекуле. И в очень редких случаях мы можем установить структуру доподлинно. Можем установить структуру доподлинно с помощью функционального анализа очень редко. Итак, как я уже говорил, первый случай достигается путем сравнения. То есть мы получаем экоспектр и программным методом сравниваем его с неким эталоном, который содержится в базе. То есть здесь от нас ничего не требуется в плане таких каких-то когнитивных функций нашего мозга. То есть напрягать извилины тут не нужно. Здесь нужно исключительно выбрать один спектр, второй спектр, нажать на кнопку и посмотреть, какая корреляция между данными она будет наблюдаться. Во втором же случае аналит идентифицируется в ходе анализа сигнала по общеизвестным правилам. Но при этом можно использовать корреляционные таблицы, инфографику и так далее. Итак, в данном случае давайте посмотрим, как это все реализуется. Первый способ это сравнение с неким эталоном. В данном случае у нас есть два синтеза пропилового эфира, 4-гидроксибензойной кислоты. Синтез такой реализации довольно несложная. В одну стадию берется 4-гидроксибензойная кислота, пропиловый спирт. Это все подкисляется и кипятится с насадком династарка для осуществления отгонки воды из реакционной массы, чтобы сместить химическую реакцию вправо. В данном случае мы сравниваем один синтез, первый синтез и второй синтез. И вот у нас корреляция спектральных данных для двух соединений она составила 3 девятки. Что говорит о том, что вещества, полученные в ходе этих двух разных синтезов, являются идентичными. То есть у нас нет оснований говорить об различии в структуре двух соединений, полученной с помощью этими двумя синтезами в разное время. Использовались те же самые установки, те же самые реактивы. И здесь по корреляции данных мы можем об этом судить. Ну вот второй пример. Это сравнение фармацевтической субстанции доронавиротонолата с аморфным доронавиром. То есть черный спектр это доронавиротонолат, а красненький спектр это у нас аморфный доронавир. В чем разница? Ну вообще как бы в фармацевтической субстанции в данном случае выступает доронавиротонолат. Это такое кристаллическое соединение, которое в дальнейшем будет использоваться для приготовления какого-то фармацевтического препарата. Соответственно если мы вот этот доронавиротонолат, он имеет кристаллическое строение, и кристалл содержит вроде как две молекулы этанола. То есть молекула вот такая вот, указанная здесь, она окружена двумя молекулами этанола в кристаллической структуре. Так вот если эти кристаллики нагревать при помощи термического воздействия, воздействия температурой, то этанол из кристаллической структуры, он улетучивается, и наш доронавир становится аморфным. Так слепается весь, образуется такая слюда на поверхности химической посуды. Ну и собственно он теряет кристалличность. И в итоге, если мы получим ИК-спектры вот этих двух соединений, то корреляция сигналов у нас составляет где-то 0,85. Но типичное, допустимое расхождение в корреляции, как правило в ИК-спектроскопии составляет где-то 0,98. То есть такое предельное значение. В некоторых случаях ставят 0,95. В каждом конкретном случае вот это пороговое корреляционное отношение, оно высчитывается как, например, среднее значение результатов, например, 10 измерений, 10 сравнений спектров друг с другом. Как правило исходит такое, так скажем, опорное значительное, это 0,98. А в данном случае вот это значение 0,85, оно меньше, чем 0,98. Соответственно, мы вот эти два соединения, аморфный даруновир и даруновир этаналант, идентичными признать друг другу не можем. Мы видим, конечно, здесь есть какие-то повторяющиеся фрагменты, но есть и фрагменты, в которых у нас сигналы, например, более выражены или менее выражены, вследствие чего у нас так сильно снизился коэффициент корреляции. Ну, в данном случае корреляция. Но вот одно из ограничений мерспектроскопии, мы потихонечку подходим к количественному анализу, это то, что ИК-спектроскопия является низкочувствительным методом. И она не видит, как правило, примеси менее 2%, как правило, она не увидит. То есть, с одной стороны, это и хорошо. Например, если вы провели синтез какой-то, получили основное вещество и какое-то количество изомеров, например, или каких-то побочных продуктов, то в таком случае ИК-спектроскопия вам более или менее четко покажет, что вы получили целевой продукт. Если вы его очистите, то, соответственно, там уже можно и на ЕМР нести и так далее. Но это и недостаток, потому что вы не можете проводить чувствительный анализ каких-то примесей. ИК-спектроскопия для этого не предназначена. И на данном спектре у нас представлены ИК-спектр ацетона для газовой хроматографии, который был проанализирован прямо из закрытой ампулы. И ацетон технический, купленный довольно давно уже, года 3 назад где-то. Ну, в каком-то строительном магазине. В данном случае мы видим, что ИК-спектры ацетона технического и ацетона для газовой хроматографии, они друг к другу полностью соответствуют. То есть у нас корреляция, ну, две девятки, это довольно хорошая корреляция для ИК-спектроскопии. Ну, также скажу, да, что на сегодняшний день я покупаю тот же самый ацетон, да, перегоняю его, и уже ИК-спектр не ацетона технического, он не соответствует ацетону для газовой хроматографии. То есть там количество примесей на сегодняшний день увеличилось, да, а качество такого ацетона, оно понизилось. Но это больше лирик. Ну, в каких-то случаях менее 2%, в каких-то случаях менее 5%. То есть это тоже зависит от чувствительности ИК-спектроскопии к тем или иным соединениям. Ну и теперь, вот до этого мы смотрели, да, как приводить идентификацию, да, путем сравнения, да, то есть анализ на подлинность, так сказать, анализ на подлинность. В данном же случае мы уже переходим к идентификацию соединения через анализ сигналов. Да, в данном случае вот у нас представлен ИК-спектр пропилового эфира 4-гидроксибензойной кислоты. Ну, с одной стороны, да, сразу скажу, когда нам известна структура, да, и мы решаем прямую задачу, то есть соотносим сигналы с пиками, то в этом нет почти ничего сложного. Так или иначе, даже если вы посидите с корреляционными таблицами, вы соотнесете, что, например, вот этот пик гидроксильной группе, да, вот это вот абертона ароматического кольца, это СП-3СН, ну и так далее, и так далее. Вот, то есть если мы посидим с корреляционными таблицами, то мы все вот это вот, то, что я здесь показал, мы это, вот в это все так же легко и просто отобразите. Но если у вас обратная задача, то есть когда вам по сигналам нужно установить структуру, то эта задача намного-намного сложнее, да, обратная задача всегда, она всегда сложнее прямой, да, ну, чаще всего прямой. Так вот, если вы когда-то будете заниматься эко-спектроскопией, знаете, что чаще всего вы будете решать обратную задачу, да, то есть сопоставлять сигналы, ну, то есть устанавливать структуру по каким-то сигналам, да, от соединения. Это намного сложнее. Ну и что мы здесь видим? Ну, допустим, мы эту структуру не видим, да, здесь я бы сказал, что у нас в структуре имеется пик гидроксильной группы, этот пик довольно острый, да, и этот пик очень характерен для фенолов. Ну, забегая немножко вперед, мы об этом еще поговорим в будущем, в видео про анализ эко-спектров. Для фенолов характерен такой узкий кленовидный пик, да, там для спиртов он широкий такой вот, а для фенолов такой узкий кленовидный, да, то есть я так делаю себе пометочку. То есть подозрение на какой-то фенол есть, гидроксильная группа есть и подозрение на фенол. Дальше что мы видим? Мы видим колебания, ну, углеродного скелета предельного, да, предельно насыщенного. То есть это колебания ЦАШСП3. ЦАШСП3, значит, в молекуле присутствуют какие-то алкильные радикалы. Далее идем, ну, здесь какие-то составные частоты у нас идут, которые характерны для многих фенолов. И далее мы идем в область обертонов ароматического кольца, где-то от 2000 до 1600 обратных сантиметров. И здесь мы видим присутствие сигналов обертонов. То есть это может надежно указывать на то, что у нас в структуре имеется ароматическое кольцо. Ну, раз у нас есть ароматическое кольцо, значит, должны быть пики, ну, такие сдвоенные пики в области где-то 1600-1400 обратных сантиметров. Один или два сдвоенных пика. Ну, и в данном случае мы видим вот здесь вот сдвоенный пик, та и вот здесь вот, ну, одинарный пик. Это пики, соответствующие колебаниям двойной связи. В данном случае, то есть это вот дополнительный диагностический признак, который подтверждает наличие ароматического кольца. Ну, еще наличие ароматического кольца, если оно есть где-то в районе 1770-1700 обратных сантиметров, должен присутствовать такой сигнал средней или высокой интенсивности, характерной для деформационных колебаний, внеплоскостных деформационных колебаний ароматического кольца. Вот он тоже присутствует. То есть мы ароматическое кольцо здесь надежно подтвердили. Что еще можно здесь увидеть? Здесь можно увидеть пик карбонила, который, как правило, расположен, ну, где-то от 1650 до 1750 обратных сантиметров. Ну, в данном случае это где-то чуть меньше 1700 обратных сантиметров. Как правило, этот пик один из самых интенсивных на спектре. И мы тоже его надежно можем обнаружить. Ну, и еще, да, еще в области отпечатков пальцев мы также можем обнаружить сигналы, соответствующие пиком CO одинарной связи. Да, вот здесь вот пик такой толстенький CO одинарная связь. Ну, и еще пик характерный для два пика, толстеньких тоже характерно для сложных эфиров. Это тоже одинарная связь CO. Вот эти вот два пика. Таким образом, мы говорим, что в структуре есть бензольное кольцо, есть гидроксильная группа, скорее всего, представляющая собой фенол, потому что на спирт это не похоже. Есть какой-то алкильный радикал, есть, скорее всего, сложная эфирная группировка. Ну, и есть карбонил, да, который подтверждает наличие сложной эфирной группировки. В таком случае, да, это какой-то вот ароматический сложный эфир, в котором есть гидроксильная группа. Вот все, что мы можем сказать по этому ЭК-спектру. Больше здесь ничего, в принципе, сказать и не получается. Вот такой вот анализ сигналов, да, то есть он требует какого-то уже некой квалификации от вас, да, то есть здесь не просто мы нажимаем кнопку, да, и смотрим по библиотеке. Здесь нужен уже такой более вдумчивый, более профессиональный подход. Итак, количественный анализ, да, про качественные мы поговорили. Количественный анализ базируется, естественно, на законе светопоглощения или Бугера-Ламбарда-Бера, о котором мы говорили в предыдущем видео. И также основывается на законе аддитивности, то есть сложении оптических плотностей. Следует сразу отметить, что метод ЭК-спектроскопии среднего диапазона очень редко применяется для количественного анализа. И этому есть две основные причины. Во-первых, как я уже говорил, это низкая чувствительность из-за малых величин оптической плотности. И это дополнительное отклонение от закона Бугера-Ламбарда-Бера. Это непостоянство фонового поглощения и различные эффекты базовой линии. То есть очень и очень много мешающих воздействий, которые будут оказывать влияние на абсорбцию нашего сигнала, на поглощение сигнала. Естественно, что для количественного анализа ваш спектр необходим из шкалу Y, отклик нужно перевести из обратных сантиметров по единице абсорбции. Делается это по такой нехитрой формуле. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы перевести систему в линейные координаты. То есть координаты с линейным изменением. Так как величина коэффициента светопропускания изменяется экспоненциально, а абсорбция изменяется линейно, так как это логарифмическая величина. В данном случае у нас представлен ИК спектр 1,4-диоксана, простой циклический эфир. Мы видим, что абсорбция, абсорбция у нас здесь вот этому пику соответствует где-то 0,15, коэффициент светопропускания где-то 71%. Абсорбция 0,35, коэффициент светопропускания 0,45%. Абсорбция 0,8, коэффициент светопропускания где-то 15%. Ну и абсорбция 1, коэффициент светопропускания примерно десятка. То есть смотрите, у нас чистое вещество, это жидкость, диоксан 1,4 это жидкость. Чистое вещество и в своем пике оно дает абсорбцию всего лишь единицу абсорбции. Если вы вспомните метод спектрофотометрии, да, молекулярно-абсорбционной, там необходимо делать концентрацию, ну, где-то на уровне 1-20 ppm, например, да, для большинства органических молекул. И они нам давали бы значение абсорбции, ну, от 0,2 до 0,8. Здесь же у нас все чистое вещество, да, 100% вещества дает нам вот такие вот сигналы. Соответственно, количественный анализ здесь очень и очень осложнен, да. Ну, чувствительность у метода довольно слабая, довольно невысокая. Ну, вот что касается характера изменения абсорбции коэффициента светопропускания, да, если... Ну, вот здесь вот есть соотнесение, то есть если у нас абсорбция равна единице, то коэффициент светопропускания равен 10. Если абсорбция равна 2, коэффициент светопропускания равен... То есть пропускается всего лишь 1% света и так далее, и так далее. Мы видим, что абсорбция, она нарастает линейно, в то время как коэффициент светопропускания имеет экспоненциальное убывание, да. То есть для того, чтобы нам строить калибровки, нам нужно переходить в систему единиц абсорбции по отклику. То есть по оси игрок. Ну и на данном примере изображен ИК-спектр пентилхлорформиата. В данном случае вверху это у нас по оси игрок коэффициент светопропускания, да, а внизу спектр по оси игрок это у нас оптическая плотность, да, или абсорбция. И в данном случае мы опять же видим, что 100% вещества дает нам всего лишь 0,4 единицы абсорбции. Это очень и очень мало. Очень и очень мало, но с жидкостью она больше поглощения и не даст на НПВО приставки. Итак, ограничения спектроскопии в среднем диапазоне. Это невозможность исследования симметричных двухатомных молекул, например, азот, кислород, водород и так далее. Ну и также атомарных, да, вещества атомарного строения. Это невозможность исследовать водные растворы. Для этого необходимо использовать спектроскопию комбинационного рассеяния. ИК-спектроскопия среднего диапазона, она непригодна для неорганических соединений, потому что, как правило, они не имеют полос поглощения в диапазоне, да, в диапазоне мир-спектроскопии. И мир-спектроскопия имеет ограничение количественного анализа по чувствительности и прецизионности, да. То есть, ну, то есть, ну, то есть, велика случайная, велика случайная ошибка измерения, да, в таком случае. Ну, следующий момент мы разберем техники получения мир-спектров и поговорим про аппаратное оформление. Ну, вообще, существует до десятка техник получения мир-спектров, а наиболее известными из них являются техника на пропускание и метод нарушенного полного внутреннего отражения. Как правило, в технике на пропускание требуется достаточно сложная и кропотливая правоподготовка, особенно если вы хотите провести количественный анализ. Но правоподготовка, она направлена на то, чтобы получить качественный ИК-спектр, качественный информативный ИК-спектр. Потому что, если вы, например, подготовите образец неправильно, у вас может быть сильно много образца, например, в таблетке, в таком случае у вас некоторые сигналы будут зашкаливать, либо слишком малое количество образца не будет вам давать возможности провести не то, что количественный, но и качественный анализ. Итак, сначала мы разберем технику на пропускание, а потом уже будем разбирать технику нарушенного полного внутреннего отражения. Итак, какая же бывает правоподготовка для техники анализа на пропускание? Ну, первое, это без правоподготовки. Например, она применяется для тонких, хороших полимерных пленок, когда полимерная пленка просто помещается между, ну, например, пластинами и кокюветы. Также второй вариант, это тонкие пленки для полимеров, когда такие пленки необходимо готовить специальным образом и потом уже помещать их в между прозрачными и кокопластинами, например, из бромида калия или хлорида натрия. Для газов, для анализа газов используют так называемые газовые, герметичные газовые кюветы. Ну, куда вносится газ, да, ну, чуть попозже мы это рассмотрим. И сквозь эту кювету пропускается ик-излучение. На выходе мы смотрим, какое ик-излучение было поглощено образцом. Для оптически прозрачных материалов перемалывают в тонко дисперсный порошок наш образец и прессуют его в тонкие таблетки. Также перемолотый порошкообразный образец смешивают в агатовой ступке в равномерную суспензию с вазелиновым маслом или фторированным вазелиновым маслом. Это уже суспензионный метод, да, суспензионный метод получения образцов для получения коспектра. Данный метод подходит для порошков, которые хорошо размолоты, да, то есть такие образцы необходимо очень тщательно размолоть. Вот это вот небольшое количество порошка, как правило, ну, где-то десятые доли процента или несколько процентов смешивают с вазелиновым маслом либо с фторированным вазелиновым маслом и растирают, ну, до, так сказать, до того, чтобы достичь оптимального распределения порошка, да, в масле, то есть получить однородную суспензию. Затем эту однородную суспензию наносят на ИК-кюветы, в ИК-кюветы или на ИК-окна и проводят анализ. Также вариантом суспензионного метода является приготовление растворов порошкообразных образцов в ИК-прозрачных растворителях, которыми могут выступать 4-х хлористый углерод чаще всего, а реже гексофлор, бутодиен или ацетонитрил. В таком случае наш порошкообразный образец вносится в определенный объем растворителя, ну, он либо растворяется, либо образует суспензию, и вот этот раствор, истинный раствор или суспензия наносится в виде тонкой пленки на ИК-окна, либо вносится в ИК-кювету. И еще один вариант, это когда наш образец перемалывают в порошок, смешивают с оптически прозрачным ВК-областью порошком, ну, это преимущественно бромид калия прокаленный, да, берут при этом, ну, где-то 0,1% либо 1% исследуемого вещества, и затем прессуют в тонких таблетках специальным прессом, ну, либо ручным, либо гидравлическим. На данном спектре, точнее, на данном слайде представлен спектр вазелинового масла. Как видно из спектра, вазелиновое масло представляет из себя смесь углеводородов. Для чего этот спектр дан? Для того, чтобы вы должны, ну, могли понять, да, в каких областях будет у вас интерференция сигналов от вазелинового масла с сигналами вашего образца. На данном слайде изображен спектр фторированного вазелинового масла, флюоролюб, да, АЦ2, фтор-3, хлор, и энное количество раз, да, это все повторяется. Такое масло, оно прозрачно до 1370 обратных сантиметров, то есть все, что лежит левее этой области, да, оно будет без интерференции. Зона же отпечатков пальцев, она будет, ну, проинтерферирована вот с полосами от фторированного вазелинового масла. Ну и 4-х хлористый углерод для приготовления суспензии истинных растворов. В данном случае это наиболее оптимальный растворитель, так как он дает сигнал, ну, где-то в районе 750 обратных сантиметров. У него есть два колебания, ну, вот они здесь показаны, что это за колебания, приводящие к изменению дипольного момента. Это вот асимметричное колебание С-хлор, да, в тетрахлорметане. Ну, наиболее оптимален для анализа, да, суспензионным методом. Итак, у нас образцы могут быть в виде различных состояний, да, это могут быть полимерные пленки, жидкости, газы, либо твердые порошки, да. Ну, начнем с полимерных пленок. Ну, иногда полимерные пленки настолько хороши, да, настолько хорошо сделаны, например, какие-нибудь маечки или пакеты, да, там, из пятерочки или какого-нибудь другого магазина. Их можно прямо анализировать, вырезав вот эти вот слои, да, и положив между икопрозрачными стеклами. Но чаще всего такие полимерные пленки необходимо специальным образом готовить, так как они не должны быть очень толстыми, да, как правило, они должны быть меньше 50 микрон в толщине. Ну, и данные полимерные пленки, их спрессовывают на специальном оборудовании для получения, соответственно, полимерных пленок. В случае полимерных пленок, как правило, возможен анализ компонентов на уровне от 50 ppm, да, то есть 50 миллиграмм на килограмм, да, пленки и до примерно 1%. Ну, то есть это, так скажем, нижняя граница чувствительности, да, от 50 ppm до 1%. Ну, и на данном слайде изображены аксессуары для приготовления полимерных пленок для проведения ик-анализа. Следующий вариант образцов – это газовые образцы. Газовые образцы анализируются анализом на пропускание с помощью специальных газовых кювет. Это кювет, как правило, длиной от 10 см, ну, до нескольких десятков, даже до нескольких метров в некоторых случаях. Ну, чаще всего это несколько десяток или несколько десятков сантиметров. Ну, в данном случае у нас есть такие герметичные газовые кюветы, да, есть входной клапан, да, и выходной клапан. То есть что делают? Ну, входной клапан пускают в воздух, открывают вот эти вот краники, пускают, ну, воздух как образец газообразный, да, пропускают через газовую кювету и через какое-то время, да, когда газовая кювета насытится у нас анализируемым образцом, входной и выходной краны закрывают, а подачу образца прекращают. И эту кювету, ну, ставят в ЭК-спектрометр и получают ЭК-спектр, да, так как у нас молекулы разряжены, да, то есть количество молекул на единицу объема невысоко, ну, в газообразном состоянии, то это решается длиной кюветы. Ну, это логично. Жидкие образцы традиционно анализируют на пропускание в ЭК-куветах. Ну, в данном случае у нас изображены аксессуары, да, аксессуары для анализа жидкостей в специальных кюветах, ну, или между специальными окнами для кювет. Ну, здесь я подробно останавливаться не буду, либо жидкость заливают в кювету, либо размещают между ЭК-прозрачными окнами. ЭК-прозрачные окна могут быть из традиционных бромидокалия, хлоридонатрия. Если образец содержит даже остаточное какое-то количество влаги, то для таких образцов используют окна из сиренида цинка, фторида кальция или материала КРС-5, ну, талии, бромид и так называемые йодистые пластины. Кстати, довольно токсичные, КРС-5 довольно токсичен. На данном слайде представлены кюветы для жидких образцов. Для чего он представлен? Для того, чтобы вы поняли, что кюветы, способ анализа в кюветах, он довольно трудоемкий. То есть вам нужно сначала разобрать кювету, внести в нее образец, а потом ее собрать обратно. Это процесс, который занимает определенное количество времени. Вы видите, таких вот кювет, таких вот элементов кювет довольно-таки много. И это все нужно и правильно разобрать, и правильно собрать. Итак, преимущества и недостатки метода анализа жидкости в ВК-кюветах. Ну и как ее это позволяет проводить количественный анализ с более высокой точностью? Он это наиболее точный, тип анализа. Ну и сравнение даже с техникой НПО, которую мы потом разберем. Ну и как правило, это невысокая стоимость. Ну и недостатки, как я уже сказал выше, это проблемы со сборкой, разборкой и чисткой кювет. Особенно чисткой, потому что для ИК прозрачных стекол, если они, например, боятся воды, нужны соответствующие осушенные растворители. Если работать, например, даже без перчаток, но с осушенными растворителями, брать кончиками пальцев, то эти стекла очень быстро мутнеют, и количество ИК-излучения, которое будет проходить через эти ИК-стекла, оно значительно уменьшается. Ну и, соответственно, также необходим подбор условий для анализа. Это толщина слоя, диапазон пропускания, свойства образца и так далее. Очень и очень трудоемкая техника получения ИК-спекторов. Ну и порошки. Порошки, то есть у нас полимерные пленки, газовые жидкие образцы мы разобрали и порошки. Чаще всего наименее трудоемкая пробоподготовка заключается в том, чтобы растереть ваше вещество, ваш образец до порошкообразного состояния и смешать его в очень малом количестве, как правило, до 5%. Ну, как правило, чем меньше, тем лучше. Очень часто это величина десятков, десятых процентов. Смешать с предварительно прокаленным бромидом калия. Предварительно прокаленным бромидом калия вот это вот все. Потом в агатовой ступке смешивается, получается однородный, такой однородный порошок более или менее. И этот порошок засыпается в специальные таблет-прессы. Они могут быть гидравлические, они могут быть механические, они могут быть ручные. И с помощью процесса прессования вы будете получать некую таблетку. При этом таблетка на внешний вид должна быть прозрачна. То есть через нее вы должны видеть окружающий мир. Если вы через таблетку не видите окружающий мир, она какая-нибудь белая, белесая, непрозрачная, мутная, очень сильно мутная, то в таком случае таблет скорее всего не годится. И вот техника получения таблеток, это требует определенной сноровки от вас. Определенной сноровки. Ну, как правило, метод получения таблеток, он менее трудоемкий, чем метод получения суспензий. Потому что в методе получения суспензий вы должны нанести, ну, получить сначала растереть ваше вещество, потом это вещество добавить в вазелиновое масло или 4-х хлористый углерод. Опять же это все нужно растереть. А 4-х хлористый углерод еще он улетучивается. В это все растерли, потом это нужно тонким слоем нанести на ика стекла вашей кюветы. Потом поставить эту кювету, посмотреть, как там прошло пропускание, а окажется, например, что вы слишком толстый слой нанесли на эти ика стекла. Вам нужно кювету разобрать, помыть ее, почистить ее в безводных растворителях и нанести новый слой. Ну и так далее, и так далее. То есть, по моему мнению, процесс получения таблеток, он намного более оперативен, чем суспензионный метод. Суспензионный метод применяется, ну, может применять, применяется чаще всего к порошкам, но может применяться в некоторых случаях и к жидкостям. Ну, на данном слайде представлены таблет-пресс, ну, прессы для таблеток. Ну, в ЕРГУ вот этот вот вариант, ручной пресс для таблетки. То есть, ну, так сказать, мы не ищем легких путей. Да, мы делаем как можно более, усложняем работу оператору. Ну, это все лирика. Преимущества прессования таблеток. Ну, во-первых, это традиционная методика, которая включена в фармакопии. Например, описана в соответствующей общей фармакопийной статье. Ну, и прессование таблеток, это, как правило, недорого. Это дешевые приставки. Обычно дешевый бромид калия не такой дорогой. Ну, таблет-пресс тоже достаточно недорогое удовольствие. Да, но при этом мы получаем кучу недостатков. Это низкая производительность, естественно. Это сложность получения хорошей таблетки. Как правило, там тоже нужно подбирать соответствующие условия. Это относительно длительная правоподготовка. Низкая повторяемость, то есть прецизионность. И это загрязнение спектров полосами поглощения OH-групп из бромида калия, если не было его прокаливания. Бромид калия – это гигроскопичное соединение, к сожалению. Ну, и технику получения спектров на пропускание мы с вами разобрали. И теперь разберем технику нарушенного полного внутреннего отражения. По-английски она называется ATR – Attunuated Total Reflectance. Соответственно, эта техника позволяет анализировать жидкости и твердые образцы. Применяется она как для качественного анализа и идентификации твердых веществ и жидкости, либо для количественного анализа жидкостей. Это на сегодняшний день самая популярная техника ЭК-анализа. Почему? Потому что с помощью нее мы получаем отличную воспроизводимость относительно техники на пропускание. За счет того, что она не требует правоподготовки практически, кроме, например, размалывания образца, это опосредует высокую скорость анализа. А вот все эти преимущества НПВО сделали ее одним из самых популярных, ну, точнее, самым популярным методом для получения образца, для получения его дальнейшего ЭК-спектра. Метод появился в 60-х годах, да, и для реализации метода необходимо вспомнить принцип полного внутреннего отражения. Ну, одно из условий полного внутреннего отражения, коэффициент преломления образца должен быть меньше, чем коэффициент преломления у кристалла. При отражении ЭК-излучения на границе образец-кристалл, вот это вот ЭК-излучение, оно проникает в образец на небольшую глубину, благодаря волновым свойствам, да, и большой длине волны ЭК-излучения, оно будет проникать на несколько микрон, ну, или несколько десятков микрон в образец. Затем оно будет отражаться от поверхности раздела фаз и попадать в детектор, в результате чего мы будем получать ЭК-спектр. Как правило, сами кристаллы-анализаторы, они не поглощают ЭК-излучение, за исключением алмаза, там есть частичное ЭК-поглощение. Вот, собственно, излучение направляется с обратной стороны кристалла на образец и отражается в пограничном слое. При этом ЭК-излучение на непродолжительное время, оно может проникать в образец вследствие волновых свойств, как я уже сказал. С помощью определенного расположения пробы в ходе лучей можно добиться в том числе и многократного отражения ЭК-излучения. Ну, вообще, принцип метода НПВО можно описать законом Снелла или Снеллиуса. Ну, это вот такое нехитрое уравнение. Н1 на синус θ равно Н2 на синус φ. То есть у нас левая часть должна быть правой части равна. Что из себя представляет метод НПВО? У нас есть две среды, да, вот более подробно. У нас есть две среды. Первая среда – это кристалл. Это кристалл, который используется в НПВО приставке. Он должен обладать высоким коэффициентом светопреломления. Очень высокий коэффициент светопреломления. Ну, как правило, это несколько единиц. Вторая среда – это наше вещество, то есть наш образец. Это жидкость, либо спрессованный кристалл, либо спрессованные, ну, как спрессованные кристаллиты друг с другом. Соответственно, коэффициент преломления нашего образца должен быть меньше коэффициента преломления кристалла. В таком случае возможно достигнуть явление полного внутреннего отражения. Это первое условие. Второе условие – для того, чтобы явление полного внутреннего отражения было достигнуто, необходимо свет, да, или на нашем случае К-излучение, направлять под определенным углом, который будет выше критического, точнее ниже критического, да, ниже критического. Ну, например, для кристалла селенида цинка, да, и образца с коэффициентом преломления среды, этот критический угол будет составлять 38 градусов. Да, ну вот давайте посмотрим, какие варианты поведения ИК-излучения, да, вот в этих двух средах возможны. Да, если мы будем пропускать ИК-излучение перпендикулярно линии раздела двух фаз, да, то ИК-излучение будет просто проходить без всяких изменений. Также есть случаи, когда мы будем пропускать излучение под острыми углами. В таких случаях у нас ИК-излучение будет просто преломляться во второй среде и будет выходить из нашего образца. Есть третий случай, когда мы достигаем критического, так называемого, угла, да, то в таком случае ИК-излучение пройдет по поверхности раздела двух сред. И четвертый случай, когда мы превысили, да, то есть угол у нас будет больше критического, в таком случае у нас будет наблюдаться явление полного внутреннего отражения, да, то есть у нас Н1 больше Н2, да, и угол, да, больше критического, угол падения излучения больше критического. Это вот и наблюдается явление полного внутреннего отражения. Ну, вообще глубина проникновения ВК-образец может быть рассчитана по следующему уравнению, но которое в моем курсе запоминать не нужно. Как, ну, почему явление называется нарушенное, да, еще раз повторюсь, что излучение не сразу отражается от границы раздела фаз, да, оно проникает на определенную глубину в наш образец. Это зелененькая среда, это наш образец. ИК-излучение сюда проникает. Образец, если он содержит функциональная группа кита или группа атомов, которым характерны определенные кванты ИК-излучения, да, они будут поглощаться, и на выходе мы получим интенсивность ИК-излучения меньшую, да, чем на входе. Таким образом мы будем получать ИК-спектр. ИК-спектр. Ну, в чем НПВО, в чем уникальность НПВО? Да, метод нарушенного полного внутреннего отражения уникален тем, что он может проводить поверхностный анализ на микронном уровне. То есть вы можете анализировать пленку с одной стороны и анализировать пленку с другой стороны, да, например, у вас должно быть, ну, равномерное распределение вашей какой-то добавки, да, в вашей полимерной пленке. В таком случае ИК-спектры внешней и внутренней стороны, они должны быть идентичными. Если они не идентичны, то значит у вас распределение добавки неравномерное. А вот это вот позволяет провести метод НПВО. В случае же пропускания, да, если вы реализуете технику на пропускание, то такой анализ провести не удается. Такой анализ провести не удается, потому что, ну, пропускание, оно, ну, понятно, да, то есть мы получаем ИК-излучение на выходе. То есть все, что там могло поглотить в этой полимерной пленке, оно поглотило. Да, и мы поверхностный анализ сделать не сможем. Ну, вот здесь вот на ИК-спектре, ну, то есть на данном слайде представлены ИК-спектры, полученные методом НПВО на приставке, универсальное НПВО, да, вот это спектр паранитроанилина. И спектр паранитроанилина, техника на пропускание, полученная в таблетке бромидокалия. Ну, видно, что спектры очень и очень схожи между собой, но, тем не менее, есть определенные отличия, ну, например, в отношениях, да, сигналов друг к другу. Чем это можно объяснить, да? Ну, в технике НПВО интенсивность сигналов в области отпечатков пальцев, она будет всегда выше, чем, ну, точнее, она будет выше, чем интенсивность сигналов от отпечатков пальцев, когда мы используем технику на пропускание. Почему? От чего это зависит, да? Как мы уже говорили ранее, техника НПВО основана на частичном проникновении, проникновении ИК-излучения в образец. Так вот, глубина этого проникновения зависит от длины волны, да? Зависит от длины волны. Ну, вот она, да, зависит от длины волны. Соответственно, чем больше длина волны, тем больше глубина проникновения, да? Вот видно по этой формуле. Чем больше длина волны, тем больше глубина проникновения. Соответственно, излучение в области отпечатков пальцев, оно имеет больше длины волн, да? Потому что здесь у нас меньше волновые числа. И вот в этой области у нас будет излучение с меньшими длинными волнами на больших волновых числах. Соответственно, в случае НПВО приставки у нас здесь будут сигналы несколько занижены, а здесь несколько завышены по сравнению с техникой на пропускание. Но я надеюсь, здесь я доступно объяснил. Следующий момент это выбор кристалла для НПВО приставки. Как правило, необходимо учитывать твердость анализируемого образца и необходимую глубину проникновения, а также спектральный диапазон кристалла, который приведен на следующей таблице. Помимо спектрального диапазона приведены еще коэффициенты преломления кристаллов. Как видим, для алмаза это 2,4, для сильный доцинк тоже 2,4, для Германии 4,0. Существует также несколько типов НПВО приставок. Первый тип приставок, на который у нас реализован метод НПВО в университете, это универсальное НПВО на одно отражение. То есть здесь у нас кристалл имеет довольно узкий диаметр и узкую площадь, в результате чего реализуется только одно отражение. Для того, чтобы большее количество ИК-излучения проникло в образец, для этого используют различные фокусирующие линзы перед кристаллом-анализатором, чтобы повысить светосилу. Также в данном случае на слайде изображен порядок проведения анализа на алмазной универсальной НПВО приставке. Сначала мы насыпаем образец на приставку. Затем мы прижимаем прижимным устройством специальным, для того, чтобы наш порошочек в данном случае спрессовать, то есть прижать к кристаллу, чтобы образовалась вторая среда. Вторая среда с меньшим коэффициентом светопропускания. Ну и потом мы получаем ИК-спектр. Получаем сначала фоновый сигнал, и затем фоновый сигнал вычитаем из полученного ИК-спектра, получая на выходе, в данном случае, НПВО-спектр. Основные типы НПВО-кристаллов. Мы разберем только три из них. Это сиреницинка, германий и алмаз. Начнем с сиренидацинка. Этот кристалл, он устойчив в диапазоне pH от 5 до 9, но легко царапается и является хрупким. Обычно используется для приставки многократного НПВО, то есть в данном случае у нас вот этот кристалл, он довольно протяженный и обеспечивает до десятка отражений, до десятка переотражений внутри этого кристалла-анализатора. Спектральный диапазон лежит в области от 4000 до 600-650 обратных сантиметров и обеспечивает глубину проникновения порядка 12 микрометров. Это наиболее распространенный тип кристаллов для анализа жидкостей, также используется для анализа полимерных пленок и различных каких-то маслянистых жидкостей и суспензий, ну таких вязких жидкостей и суспензий, при этом нужно контролировать значение pH. Недостатками является то, что он достаточно хрупкий, то есть на нем нельзя анализировать порошки в их такой классическом варианте, то есть чисто порошки нельзя анализировать, и он не стоит к сильным окислителям. А следующий тип кристалла это германевый. Он не такой твердый, как алмаз, но является прочнее серенида цинка. Он одинаково используется как для универсальной, так и множественной НПВО приставки. Спектральный диапазон немножко уже, чем усиленная недоцинка, и нижняя граница, точнее правая граница, отсекается 800 обратными сантиметрами. Кристалл дает одно отражение, и длину оптического пути порядка половины микрона. Следовательно, из-за чего низкий пробег в образце дает возможность исследовать саженаполненные полимеры, то есть исследовать поверхностный слой каких-то полимеров. Также обладает хорошей воспроизводимостью для количественного анализа жидкости. Но недостатки он опять же не так прочен, как алмаз. Высокий коэффициент преломления дает слабую интенсивность полос, и узкий спектральный диапазон до 800 обратных сантиметров. Ну и вот тот тип кристалла, который используется на нашем приборе спектром 65, это алмаз. Это алмаз, в нашем случае алмаз фокусирующий линзы из серенина цинка. Серенина цинка, как мы помним, он, ну, вот этот кристалл, он как бы обрубает нам спектр, ну, по нижней границе, по правой границе где-то 650 обратных, 600-650 обратных сантиметров. Также возможно использовать фокусирующую линзу из КРС-5 или работать без фокусирующей линзы. Кристалл характеризуется малым размером, высочайшей твердостью, да, которая не имеет аналогов практически, этот кристалл, ну, легко чистить и достаточно высокопроизводительен. Преимущество. Это самый универсальный кристалл для качественного или для количественного анализа жидкостей. Возможен анализ волокон до 10 микрометров. Можно анализировать любые полимеры любой твердости. Также можно анализировать любые жидкости гелии и пасты. Ну и недостаток, невозможно исследовать саженаполненные полимеры из-за большой глубины проникновения. И, ну, понятно, что алмаз характеризуется высокой ценой. Ну, как я уже говорил, для повышения светосилы для алмазного кристалла используется специально фокусирующая линза из селина цинка. Ну, вот как это все расположено, вот здесь вот показано, да. Вот здесь вверху у нас алмаз, наше алмазное напыление. И вот ниже этого напыления лежит фокусирующая линза из селина цинка для повышения светосилы. Итак, техники получения эко-спектров мы разобрали. И сейчас мы разберем аппаратное оформление. Ну, начнем мы с блок прибора, да, который ответственен за разложение спектра по частотам. Это так называемый анализатор частоты. Анализатор частоты может иметь либо физическую основу разложения, излучения, да, либо математическую. В первом случае называется дисперсионная эко-спектроскопия. Во втором случае эко-спектроскопия с фурье-преобразованием или фтир, так называемый, да. Фурье-транспор с трансформа инфра-райт-спектроскопии. В качестве источников излучения в эко-спектрометрах среднего диапазона служит глобар, это карбид кремния, называющий, ну, который носит название еще источник Нортона. Также может использоваться штифт Нернста, включающий оксиды редкоземельных элементов циркония, итрия или нихромовая спираль. Также используется металлокерамика, а в некоторых ближних эко-спектрометрах в качестве источника излучения используется лазер. Ну, в нашем случае, на нашем приборе, наш прибор оборудован источником Нортона, да, то есть карбид кремния. Ну, вот здесь вот указано строение источника Нортона, имеется зона свечения, имеется такой стержневой элемент и имеется керамическая основа. Ну, сюда подводится напряжение, да, напряжение на входе и на выходе, оно различно, что приводит к нагреванию, да, нагреванию нашего элемента карбидокремния. В результате нагревания, вот этот элемент, он испускает ИК-излучение во всем диапазоне, да, что нам, собственно, и нужно для ИК-спектроскопии. Итак, продолжим про разложение ИК-излучения, да. Первый вариант – это физическое разложение длин волн электромагнитного излучения. Реализуется оно при помощи специальных диспергирующих элементов. Это могут быть различные оптические элементы из призма, либо чаще всего дифракционные решетки. Используется солевая оптика из хлорида натрия, фторида лития, бромидокалия и других солей из щелочных и щелочноземельных металлов. Ключевой недостаток физического разложения длин волн в дисперсионной ИК-спектроскопии – это длительность сбора данных. То есть вы один спектр какой-то будете получать несколько часов, соответственно, производительность такого метода крайне мала. Ну и здесь представлена оптическая схема какого-то гипотетического диспергирующего или дисперсионного ИК-спектрометра. В данном случае у нас есть источник излучения, система линз, наши кюветы с образцом или держатель какой-то с образцом, держатель с референсом или кювета с референсом, то есть с каким-то фоновым составляющим. Имеется прерыватель, который попеременно пропускает излучение от одного из лучей, либо прошедшего через образец, либо через референс. Но это нужно для того, чтобы постоянно контролировать спектр фона, потому что он может немножко уплывать с течением времени, так как съем и сбор данных у нас достаточно длительное время занимает. Дальше идёт входная и выходная монохроматические щели, диспергирующие устройства, которые в данном случае будут разлагать наше полихроматическое ИК-излучение на монохроматическое. Ну и восьмой – это детектор. Ну и диспергирующий ИК-спектрометр можно встретить, наверное, только в каких-то подвалах, каких-то НИИ, наверное, да. Я, честно говоря, такого не видел на своей памяти, но, тем не менее, возможно, где-то они присутствуют. Тем не менее, в настоящее время с развитием электронно-вычислительной техники физическое разложение длинного онлона заменено на математическое. В чём суть? Суть в том, что мы образец облучаем сразу всем возможным ИК-излучением. То есть мы получаем на выходе не абсорбцию при определённом волновом числе, а мы получаем интерферограмму. Интерферограмму – зависимость интенсивности сигнала от хода зеркала. От хода зеркала. Соответственно, когда мы пропускаем излучение не через образец, а снимаем фон, мы получаем фоновую интерферограмму. Когда пропускаем через образец, мы получаем некую изменённую интерферограмму от образца. Соответственно, далее мы проводим обратное Фурье преобразование и из спектра нашего образца мы будем вычитать спектр фона. В основе ИК-спектроскопии с Фурье преобразованием лежит так называемый интерферометр самый простой ну и один из самых первых интерферометров это интерферометр майкельсона но я буквально там далее описывается принципы его работы я покажу на этом рисунке то есть у нас есть некий когерентный источник излучения и к излучения который излучает и к волны да во всем диапазоне далее это излучение попадает на светоделитель который половину и к излучения пропуская через себя половину отражает под прямым углом а то есть ровно 50 на 50 далее одна часть излучения попадает на неподвижное зеркало и отражаясь возвращается обратно к светоделителю другая часть излучения попадает на подвижное зеркало и тоже возвращается на светоделитель и в зависимости от положения подвижного зеркала у нас мы может наблюдаться Либо положительная интерференция сигнала, это когда волны налагаясь друг на друга усиливают, либо отрицательная интерференция, когда у нас волны друг друга уничтожают, в кавычках уничтожают, то есть сигнал пропадает. И вот всем этим многообразием интерференции и различных промежуточных состояний облучается наш образец. И на выходе мы получаем на детекторе интерферограмму, которая в дальнейшем при помощи обратного фурье преобразования преобразуется, вот такой вот сигнал, он преобразуется в ЭК-спектр. Для того, чтобы понять принцип работы интерферометра, есть два видео, я дам на них ссылочку в описании. Преимущества ЭК-фурье. Метод ЭК-фурье, то есть метод с математическим разложением, он обладает огромными преимуществами. Во-первых, это быстрота, то есть получение спектра за буквально несколько минут. Точнее, иногда даже в течение одной минуты. Это также увеличение разрешения ЭК-спектра до 0,03 нанометра против 0,15 в диспергирующей коспектоскопии. Это большая чувствительность, большая точность определения волновых чисел, меньше размер образца и более компактные схемы приборов. Но самое, конечно, главное, это быстрота исполнения. Быстрота исполнения, которая в разы, даже на порядок увеличивает эффективность работы. Итак, детекторы. Детекторы для ЭК-спектроскопии бывают нескольких видов. Ну, точнее, они делятся на две большие группы. Это тепловые и фотоэлектронные. Тепловые детекторы включают в себя термоэлементы или термопары, балометры, как правило, это приборы сопротивления с большим температурным коэффициентом, различные пневматические приемники и пироэлектрические приемники. Чаще всего на сегодняшний день используют пироэлектрические приемники на основе дейтерированного триглицинсульфата, ну и его производных различных. Пироэлектрические детекторы применяются в интерферометрах из-за того, что обладают довольно высокой чувствительностью в широкой ЭК-области и могут использоваться как в средней, так и в ближней ЭК-области. На чем основана работа пироэлектрических детекторов? Основана она на пироэлектрическом эффекте, который проявляется в изменении поляризации кристалла, при изменении температуры этого кристалла. То есть изменение температуры кристалла вызывает его поляризацию, в результате чего у нас образуются электрон-дырочные пары, и наш кристалл пироэлектрический начинает проводить электрический ток. Соответственно, количество прошедшего тока через кристалл регистрируется в качестве сигнала. Также один из видов тепловых детекторов – это балометр. Он основан на измерении электрического сопротивления в средстве нагревания. В результате нагревания у нас растет сопротивление, как вы знаете. Токовая проводимость становится хуже. Соответственно, изменение электрического сопротивления с ростом температуры регистрируется как сигнал. Ну и фотоэлектронные детекторы. Принцип их работы основан на внутреннем фотоэффекте. Это так называемые кристаллы полупроводников, и различные арсенит-индиагалия, ртутик-адметилурид, танталат-литий и так далее. Что такое внутренний фотоэффект? Это эффект перераспределения электронов по энергетическим состояниям в полупроводниках и диэлектриках под действием света или иного излучения, в данном случае инфракрасного. В результате такого перераспределения в полупроводнике возникают электрон-дырочные пары, то есть кристалл из диэлектрика начинает становиться проводником. Соответственно, количество прошедшего тока через такой кристалл полупроводника регистрируется как сигнал. Основные типы детектора называются по типу используемых кристаллов. Соответственно, первый это пироэлектрический детектор, так и называется дейтерированный тереглицинсульфат или ДТГС. Или ДТГС, легированный Л-аланином для ближней ЭК-области. Но также детектор используется и для дальней ЭК-области. Второй тип детекторов, это танталат лития, используется для средней ЭК-области. И данный детектор используется в нашем приборе, да, спектром 65. Третий тип детектора, это ртуть-кадмитилурид или МСТ детектор, используется также для средней ЭК-области. И четвертый это инди-галли-арсенит, используемый для ближней ЭК-области. Ну, соответственно, первый тип это тепловой детектор, а второй, третий, четвертый это фотоэлектронные или полупроводниковые детекторы. Преимущества и недостатки. Ну, коротенечко, да, ДТГС один из самых распространенных детекторов, так как обладает наибольшей чувствительностью при комнатной температуре и имеет широкий спектральный диапазон. Ну, а недостаток это высокая зависимость чувствительности от температуры окружающей среды. То есть ему требуется термостатирование. Ну, и температура образца тоже должна, образец тоже должен термостатироваться, соответственно. Следующий это танталат лития. Преимущество, он недорогой, но при этом менее чувствительный и более шумлив, чем ДТГС. Он не требует системы термостатирования, да, в отличие от ДТГС. МСТ или ртуть кадмитилурид. Это специализированный высокочувствительный детектор для микроскопов и различных систем для ИК-спектроскопии. Отличается высокой скоростью отклика и высочайшей чувствительностью. Но при этом работает только при температуре, ну, при захолаживании жидким азотом, да, при температуре 70 кельвинов. И имеет ограниченный спектральный диапазон, ну, обрезающийся в районе 600 обратных сантиметров. Ну, и инди-гали-арсенит это специализированный детектор для ближней ИК-области. Ну, и далее идет техника получения спектров пропускания, да, то есть, ну, это даже не техника, а логика, да, получения спектров пропускания. Что для этого нужно? Ну, сначала необходимо измерить интерферограмму без образца, то есть снять интерферограмму фона. Прибор преобразует ее в спектр пропускания в данном случае, да, и запишет его себе в память. Далее необходимо нанести, ну, подготовить образец и внести специальную кювету, да, либо какое-то другое приспособление. И получить спектр образца. Ну, и в ходе обратного фурья преобразования мы получаем однолучевой спектр нашего образца. И на третьей стадии машина сопоставляет спектр фона со спектром образца и вычитает первый из второго. А и, ну, при помощи специальных математических процедур. В итоге мы получаем спектр пропускания на выходе. Ну, в принципе, такая техника получения спектра, она применима и для НПВ приставки. Логика там та же самая. Таким образом, вторая часть видео закончена. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое конструктивное мнение в описаниях. Ну, а мы встретимся с вами в следующих видео. Всего доброго.